Всем огромный-огромный привет! Ну что, как всегда, утро субботы и вкусный-вкусный завтрак. Сегодня будет завтрак не только вкусный, но и полезный. Сейчас объясню почему. Будем с вами делать безумно вкусные горячие бутерброды. Даже очень-очень вкусные. У меня вот такой бездрожжевой хлеб. Хлеб можете взять по своему вкусу. Я возьму такой. Он очень вкусный и хороший. Разрежу еще вот так большие куски на две, наверное, части. Возьмем баклажан. Будет очень нежно и вкусно. Чеснок, два яйца, помидор, сыр и, конечно же, соль, перец по вкусу. Делается все очень быстро и легко. Запекать будем с вами такие бутерброды в духовке. Но вначале давайте приготовим некоторые продукты. Разбиваю два яйца в тарелку. Два яйца разбиваю в тарелку. Обязательно по вкусу надо добавить соль и перец. Черный молотый перец я люблю побольше. Немного налить молока. Буквально одну столовую ложку. Совсем чуть-чуть. И все хорошо перемешиваем до однородной массы. Сильно взбивать я не буду. Достаточно просто вот так перемешать. Теперь будем с вами жарить хлеб вот в таком яйце. Нам надо обжарить все кусочки, обмакнув в яйцо. Вот этот я, наверное, разрезать не буду. Хочу, чтобы он был такой именно большой. Обмакиваем в яйцо и отправляем на сковородку. У меня хлеб очень вкусный. И вот так отправляю на сковородку. Большие куски хлеба я, наверное, разрежу вот так на две части. И тоже буду обмакивать в яйце. Обжариваю хлеб вот до такой красивой румяной корочки с двух сторон. Пока обжаривается хлеб, мы с вами помоем и порежем баклажан. Баклажан нарезаю вот такими колечками, не толще одного сантиметра. Вот где-то так. Баклажаны отправляю в миску. Обязательно их подсолю со всех сторон. Немножко по вкусу. Обязательно добавлю черный молотый перчик. То же самое со всех сторон по вкусу. И чеснок. Теперь надо все баклажаны перемешать. Вот так, чтобы чеснок был на каждом-каждом кусочке баклажана. Совсем немножко сбрызнула баклажаны растительным маслом. И отправляю на разогретую сковородку. Совсем чуть-чуть нам нужно баклажаны поджарить. С двух сторон. Практически совсем до готовности, потому что в духовке баклажаны у нас будут стоять не больше пяти минут. Баклажаны я отправила на свою любимую пицца-гриль. И теперь жду 10-20 минут. Баклажаны обжариваются очень-очень быстро, становятся мягкие. Поджариваю с двух сторон. Пять минут на одной стороне и пять на другой. Всего 10-15 минут. Смотрите там, как у вас будут обжариваться баклажаны. Но у меня, я смотрю, уже очень-очень мягкие. Мне этого и надо, потому что они будут стоять еще в духовке. Обжариваю с другой стороны. Вот так вот очень-очень быстро готовы все мои баклажаны. Перекладываю я их пока назад в тарелку. Хлеб выкладываю на противень. Противень обязательно застелите фольгой. Сейчас быстренько выкладываем баклажаны сверху. Вот так на каждый хлеб. Хлеб ничем смазывать дополнительно не надо, потому что у нас все же с вами полезные бутерброды. Поэтому никакого дополнительного майонеза лично я класть не буду. Там вы смотрите уже по своему вкусу. Будете ли вы класть дополнительно майонез или может быть сметаной. Баклажаны очень сочные, очень нежные. Вот так. Ну и давайте маленькие куда-нибудь сюда тоже пристроим. Помидоры нарезаем вот так вот, кругленькими такими колечками. И тоже выкладываем сверху на баклажан. От таких бутербродов не откажется никто. Я вам обещаю. Ваши гости будут просить, дайте еще, дайте еще, что это за вкуснота. Вот так на каждый баклажан. Сверху ломтики сыра. Вот так. Я даже его не терла, потому что так будет намного красивей и вкусней. Выкладываем ломтики сыра на каждый помидор. Вот так. И сверху еще посыпьте либо черным молотым перцем, либо итальянскими травами, как сделаю это я. Очень-очень вкусно. Можно посыпать просто орегано или тимьяном. Все, отправляем все в духовку. Ну и, конечно же, отправляю все в духовку. Включаю только верхний режим. Духовка у меня разогрета до 180 градусов. До расплавления сыра. Буквально 10 минут. Пока жду бутерброды, наливаю вкусный ароматный кофе. Вот такие красивые бутерброды получаются. Выкладываю на тарелку и подаю к столу. Ну и вот такие вкусные, сочные бутерброды у меня получились. Попробуйте сделать такие бутерброды. Они вам очень-очень понравятся. Кому понравился мой рецепт, обязательно подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, конечно же, вступайте в группу ВКонтакте. Делитесь там моими рецептами, своими рецептами. Подписывайтесь на мой второй канал, чтобы не пропускать новые видео. И всем хороших выходных, вкусного кофе и красивого завтрака. Всем огромное спасибо. До свидания и пока.